И он уже отпил все наши сиропы. Правда. И уже кровушку сдал. И даже не заплакал. Нет, это не роддом, а краевой спеццентр. А это ребёнок, рождённый от ВИЧ-инфицированной мамы. Однако переживать за него не стоит, ведь Мария ответственно подошла к беременности. Мне брали регулярно анализы, давали препараты, которые я принимала. Когда мы вступали в роды, я также получала терапию. Ребёночек после родов также получал терапию, чтобы не было заражения именно маленького. Именно с забора крови и подтверждения опасного заболевания специалисты ставят на учёт женщин в положении. В последнее время число беременных с ВИЧ остаётся на том же уровне – 400 человек в год. Общая заболеваемость тоже стабильна. 1700 новых случаев ежегодно. Тем не менее, врачи отмечают феминизацию болезни. Если ещё 10 лет назад больше 60% случаев относилось к мужчинам, то сейчас они сравнялись с женщинами. Вырос и возраст болезни. Теперь чаще всего её находят у людей средних лет – от 35 до 45. Также сменился путь передачи. И по итогу прошедшего года и даже по предварительной информации текущего года мы видим, что абсолютным лидером среди пациентов, у которых вновь выставлен диагноз – это половой путь передачи. Он уже превышает 80%. И это несравнимо с тем, что было даже 10 лет назад, когда основной путь передачи был. Это путь за счёт внутривенного употребления наркотиков. После подтверждения анализа кровь идёт в лабораторию. Там с её помощью проверяют, насколько хорошо функционируют внутренние органы. Исследование также показывает, какие лекарства нужно принимать, чтобы минимизировать риск передачи заболевания младенцу. Конечно, самый идеальный вариант, когда у нашей вичинфицированной женщины беременность наступила уже на фоне терапии, на фоне неопределяемой вирусной нагрузки, то есть тогда, когда риск передачи сводится к минимуму. В иных случаях, если не принимать препараты или прервать их использование, то риск передачи вируса ребёнку повышается. Однако таких людей немного. Поэтому в Алтайском крае число заражённых новорождённых от вичинфицированных составляет лишь 1%. Однако важно, чтобы после родов болезнь не передалась с молоком. И так вот, рекомендации я тебе дала, как ты должна после родов там себя вести, по вскармливанию ребёнка, чтобы грудное вскармливание у нас исключено, а ребёнок будет на искусственном вскармливании. Все дети наблюдаются у невролога и психолога. Бывают случаи, когда ребёнок заражается уже после рождения. Поэтому специалисты проверяют нервную систему и когнитивные способности. То есть мы активно сами выясняем, есть ли у ребёнка особенность поражения нервной системы и в какой степени. Либо это просто задержка речевого развития, либо это задержка нервно-психического развития, если это ребёнок маленький. Дети более старшего возраста, они практически все имеют у нас когнитивный дефицит. Он выявляется в небольшом снижении успеваемости в школе. Психологи, в свою очередь, рассказывают, как правильно объяснить ребёнку о заболевании. Лучше всего этим делиться в возрасте от 8 до 12 лет, когда достаточно созреет. И желательно не использовать терминов, а сказать просто – не хватает иммунитета. Данил Кузнецов, Андрей Печёркин. День с толком.